Президент России Владимир Путин заявил 8 апреля о необходимости расширения мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения коронавируса. Признавая эти шаги верными, эксперты отмечают категории предпринимателей, которым будет оказана помощь, надо расширить. В первую очередь за счет более крупных компаний регионального значения. От этого зависит экономическое развитие субъектов. Для предприятий, которые пострадали от кризиса, Кремль предлагает целый ряд мер поддержки. Это полугодовая отсрочка на уплату страховых взносов в социальные фонды, а также на перечисление всех налогов, кроме НДС. По истечении 6 месяцев эти выплаты реструктурируют. Накопившиеся отчисления нужно будет переводить постепенно, в течение как минимум года. Эти и другие меры поддержки экономисты считают разумными. Ведь сейчас бизнес не получает прибыль и неизвестно, когда он снова встанет на ноги. Поэтому мало просто заморозить взимание налогов. Изменение сроков налоговых платежей и ограничение проведения налоговых проверок, оно в то же время не влияет на возможность компаний гарантированно получить доход, то есть выплатить все то, что было отложено. Это как снежный ком. При этом меры поддержки должен получить не только малый и средний бизнес. Более крупные компании также нуждаются в помощи. Ведь даже сейчас они обязаны уплатить налог с фонда заработной платы в размере 30,2%. И это при том, что нормальное функционирование многих предприятий и организаций заморожено. Здесь под угрозой экономическая стабильность каждого региона страны. Мы понимаем, что в местных бюджетах достаточно большую долю составляют часть налогов, уплачиваемых с НДФЛ. То есть доходов работников. А доходов работников сейчас практически нет. И значит, в первую очередь пострадают местные бюджеты. Поэтому федеральные власти обязаны оказать финансовую помощь либо напрямую бизнесу регионального значения, либо бюджетам субъектов в обмен на моратории по выплате налогов регионального значения. Еще одной важной мерой поддержки должны стать заявленные шаги по упрощению получения кредитов. Например, на выплату зарплаты. Ведь несмотря на озвученные еще пару недель назад предложения, банки делают все, чтобы сузить круг получателей таких выплат, оправдываясь тем, что это средство вкладчиков. Они боятся, что вкладчики в условиях сложной ситуации будут активнее пользоваться деньгами. То есть объем сбережений будет падать. И это обосновано. И в данной ситуации они пытаются искусственно заморозить отток финансовых средств, которыми они располагают. Как бы то ни было, а перечень организаций, имеющих право на кредиты, надо расширить. В том числе и за счет фирм регионального значения. Ведь, как сказал в своем обращении 8 апреля Владимир Путин, в первую очередь государство намерено помогать тем компаниям, которые сохраняют сотрудников. А именно крупные фирмы и создают самое большое количество рабочих мест.